Позднее, когда я изучал фрагменты скелетов крупных наземных и морских ящеров и примитивных млекопитающих, мне бросились в глаза странные повреждения костной структуры. Их невозможно приписать ни одному известному хищному или плотоядному животному того периода. Они встречаются в двух видах – ровные углубления и зазубрины. В одном или двух случаях кости аккуратно разрублены, подобных образцов немного. Посылаю в лагерь за электрическими фонарями. Будем рубить сталактиты и продвигаться дальше. Еще позднее нашел странный осколок стеотита – 6 дюймов поперечники и полтора толщиной. Существенно отличается от всех местных формаций, какие нам до сих пор попадались. Зеленоватый, но признаки указывающие на возраст отсутствуют. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными кончиками. Сколы еще и по внутренним углам и в середине. В центре нетронутой поверхности небольшое гладкое углубление. Любопытно, откуда он взялся и какому подвергся воздействию. Возможно, это потрудилась вода. Кэрол, вооружившись лупой, ищет какие-нибудь еще геологические признаки. Местами точечки, образующие правильный рисунок. Собаки все больше беспокоятся. Похоже, камень им не по душе. Надо выяснить, нет ли у него специфического запаха. Новый отчет пошлю, когда Милс вернется с фонарями, и мы углубимся под землю. Десять-пятнадцать вечера. Важное открытие. В 9.45 Орендорф и Уоткинс, работая под землей при свете фонарей, обнаружили громадный окаменелый предмет в форме бочонка. Совершенно непонятного происхождения. То ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науке лучистого морского животного. Ткани не разложились. Вероятно, благодаря соленой воде. Прочные, как кожа, но местами сохранившие удивительную упругость. На концах и по бокам следы обрывов. Длина 6 футов. Диаметр в середине 3,5. На концах по футу. Имеет 5 выпуклых секций, похожих на бочарные клепки. По окружности в самом широком месте расположены боковые обрывы. Похоже на остатки тоненьких ножек. В бороздках между секциями странные наросты. Это гребни или крылья, которые разворачиваются веером. Все с большими повреждениями, но одно целое. Размахом почти 7 футов. Вся конструкция вызывает в памяти чудовищ из древних мифов. В особенности существ старой расы, упоминаемых в некрономикане. Крылья перепончатые. С каркасом из трубок железистой структуры. На концах трубок просматриваются мельчайшие отверстия. Края сохлись. Что находится внутри? Что было оторвано? Не разберешь. Когда вернемся в лагерь, нужно будет скрыть. Не могу даже определить, растение это или животное. Многие черты указывают на то, что это невероятно примитивный организм. Распорядился, чтобы все рубили сталактиты и искали еще образцы. Найдены опять кости с рубцами. Но они подождут. От собак нет житья. Взъелись на этот образец. Только под пусть и разорвали бы в клочья. 11.30 вечера. Внимание! Дайер, Пейбоди, Даглас. Дело высочайшей, я бы сказал, исключительной важности. Аркхаму нужно сейчас же сообщить на главную станцию в Кингспорте. Странный бочкообразный организм относится к архейской эре. И это он оставил отпечатки на камнях. Милс, Будро и Фаулер обнаружили под землей в 40 футах от дыры целое скопище. 13 штук. Там же необычные округлые стеатиты мельче первого. Формы звездчатой, но обломков незаметно. Разве что иной раз на кончиках. Что касается органических образцов, 8 из них как будто в идеальном состоянии. Со всеми придатками. Извлекли их на поверхность. Собак отвели подальше. Они на этих тварей так и кидаются. Отнеситесь внимательно к описанию. Повторите для надежности. Нельзя, чтобы в газеты проникли неточности. Длина объектов 8 футов. Тело бочкообразное. Из пяти секций длина 6 футов. Диаметр в средней части 3,5. А на концах 1 фут. Темно-серый. Эластичный. Очень твердый. В бороздках вдоль тела обнаружены сложенные крылья. Длиной 7 футов. Перепончатые. Каркас крыльев трубчатый. Железистой структуры. Цвет тоже серый, но светлее. На концах микроотверстия. Если крылья расправить, обнаруживаются зазубренные края. По средней линии бочонка на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки, в секции имеются разветвленные эластичные отростки или щупальца светло-серого цвета. Напоминают руки примитивных креноидов. Отдельные отростки имеют диаметр 3 дюйма. На расстоянии 6 дюймов от основания разветвляются на 5 добавочных отростков. А те на расстоянии 8 дюймов на 5 мелких конусообразных щупальцев или усиков. Таким образом, каждый отросток венчается 25 щупальцами. Туловище переходит в светло-серую вздутую шею с намеком на жабры. А голова представляет собой желтоватое пятиконечное подобие морской звезды, покрытое жесткими ресничками всех цветов радуги. Голова толстая, пухлая. Размер от кончика до кончика около 2 футов. На кончиках желтоватые гибкие трубочки длиной 3 дюйма. Щель в верхней части головы в самом ее центре предназначена, вероятно, для дыхания. На конце каждой трубочки имеется сферическое утолщение. Под желтоватой пленкой, если ее отодвинуть, показывается стекловидный шарик в красной оболочке, вероятно, глаз. Из внутренних углов звездообразной головы тянутся красноватые трубки длиной чуть больше желтоватых. Они кончаются кистеобразными утолщениями, в которых при нажатии открываются отверстия колокольной формы максимального диаметра 2 дюйма. По их контуру расположены острые белые выступы, похожие на зубы. Вероятно, это рты. Все эти трубки, реснички, окончания звезды, заменяющие голову, найдены плотно сложенными. Трубки и окончания лучей лепились к шее и корпусу. Ткани прочные и при этом удивительно гибкие. В нижнем конце корпуса органа в целом подобные голове, но совершенно иными функциями. Вздутая псевдошея без жабр, а далее еще одна пятиконечная морская звезда зеленоватая. Прочные мускулистые отростки длиной 4 фута. Диаметр у основания 7 дюймов. На конце около 2,5. На каждом конце небольшая опора, представляющая собой зеленоватый треугольник, перепончатый, на пяти прожилках, длиной 8 дюймов и шириной 6 дюймов с дальнего конца. Именно этот ласт или плавник или псевдо-нога оставила отпечатки в камне, давность которых от миллиарда и до 50-60 миллионов лет. Из внутренних углов звезды торчат красноватые трубки длиной 2 фута, сходящие на конус диаметром у основания 3 дюйма в конце 1. На кончиках миниатюрные отверстия. Ткани всюду чрезвычайно прочные, кожистые, но весьма гибкие. 4-х футовые отростки с ластами предназначались несомненно для передвижения в воде или по суше. Неизвестно. При касании обнаруживается развитая мускулатура. Все эти нижние органы, как и верхние, плотно прижаты к псевдо-шеи и низу туловища. Не могу положительно утверждать, что находка принадлежит не к растительному, а к животному царству. Но, скорее всего, это так. Вероятно, это поразительно эволюционировавший представитель лучистых, сохранивший при том ряд первоначальных особенностей. Несмотря на некоторые отличия, сходство с иглокожими неоспоримо. Не характерен для морских обитателей орган, похожий на крыло, но он, вероятно, использовался в воде как руль. Примечательна симметрия, присущая растительным организмам с их вертикальной структурой, а не животным со структурой продольной. Поскольку мы имеем дело с невероятно ранней точкой эволюционного процесса, когда, согласно прежним представлениям, не существовало даже самых примитивных одноклеточных, гадать о происхождении находки чрезвычайно затруднительно. Полностью сохранившиеся образцы обнаруживают столь поразительное сходство с некоторыми мифическими тварями, что по неволе возникают мысли о том, что в незапамятной древности эти существа обитали и вне Антарктики. Дайерс Пейбеди читали некрономикам и знакомы с кошмарными картинами, написанными Кларком Эштоном Смитом по мотивам этой книги. Значит, они поймут, если я упомяну старую расу, то ли ради шутки, то ли недоразумению, якобы создавшую жизнь на Земле. Ученые всегда полагали, что прообразом этих существ послужил какой-то древний обитатель тропических вод из категории лучистых, над которым основательно поработало больное воображение. Есть сходства и с доисторическими существами из фольклора, о которых писал Уилморт, относящимися к культу Ктулху и прочих. Поле для исследований открывается необъятное. Судя по сопутствующим образцам, отложения относятся, вероятно, к позднему мелу или раннему эоцену. Сверху наросли мощные сталагмеды. Скалывать их очень трудно, но будь они хрупкими, отложения могли бы пострадать. Сохранность находок поразительная, потому, наверное, что вокруг известняк, новых образчиков пока не нашли, но поищем позднее. Теперь предстоит непростая задача доставить эти 14 объемистых находок в лагерь, при том, что собак к ним не подпустишь. Лают, как бешеные. Несмотря на сильный ветер, мы все же надеемся в девятером управиться с тремя санями. Троих человек оставляем присматривать за собаками. Нужно установить воздушное сообщение с проливом Макмерда и начинать переправку материалов. Но прежде, чем лечь спать, я должен скрыть одну из этих тварей. Вот бы сюда настоящую лабораторию. Пусть теперь дайер краснеет, вспоминая, как не хотел отпускать меня на запад. Сперва самые высокие на земле горы, а теперь вот это. Ну, чем не главное достижение экспедиции? Громкий успех в научном мире нам обеспечен. Браво, Пейбоди, без вашего бура мы не скрыли бы пещеру. А теперь на Аркхеме. Не повторите ли описание? Трудно выразить, что почувствовали мы с Пейбоди, получив эти сообщения, и наши спутники радовались едва ли меньше нас. Мактай, слушая гудящий приемник, наскоро расшифровал по ходу дела несколько главных фраз, а по завершении радиограммы мы очень скоро получили от него ее полное содержание, восстановленное по стенограмме. Все оценили эпохальную важность открытия, и я, дождавшись пока радист Архема повторит по просьбе Лейка научное описание, тут же его поздравил. Шерман со склада в проливе Макмэрда и капитан Даглас Архема последовали моему примеру. Позднее я, как глава экспедиции, добавил несколько замечаний для передачи через Архем во внешний мир. Разумеется, в подобной обстановке о сне даже думать не приходилось. Я желал лишь одного, как можно скорее попасть в лагерь Лейка. Досадно было услышать от него, что в горах началась буря, и ранним утром полет будет невозможен. Правда, через полтора часа я забыла досаде. Настолько заинтересовали меня новые сообщения Лейка. Он рассказывал о том, что 14 крупных образцов были благополучно доставлены в лагерь. Они оказались удивительно тяжелыми, тащить их было нелегко, но 9 человек успешно справились с задачей. На безопасном расстоянии от лагеря начали спешно сооружать снежный загон для собак. Образцы устроили на твердом снегу вблизи лагеря. Один из них взял Лейк, чтобы сделать предварительное вскрытие. Против ожидания ему пришлось серьезно потрудиться. Даже при высокой температуре в только что устроенной лаборатории палатки работала бензиновая печка. Обманчиво гибкие ткани образца хорошо развитого и полностью сохранившегося остались твердыми, прочнее обычной кожи. Лейк задумался как сделать необходимый разрез и не повредить при этом внутреннюю структуру. Правда в его распоряжении имелось еще семь безупречных образцов и все они представляли собой редкость и требовали крайне осторожного обращения. Разве что в недрах пещеры обнаружатся в большом числе новые особи. И потому Лейк присоединил этот экземпляр к остальным и притащил в лабораторию другой, частично сохранивший с обоих концов звездообразные органы, но сильно помятый и с разрывом вдоль одной из борозд на корпусе. Результаты, тут же сообщенные мне по радио, были ошеломляющими. О точности и аккуратности разреза нечего было говорить, инструменты не подходили для работы со столь необычными тканями. Однако, от того, что удалось узнать, голова шла кругом. Назревал настоящий переворот в нашей биологической науке, основанной на учении о клетках, ибо она в данном случае оказалась несостоятельной. Сколько-нибудь существенной минерализации органических тканей не обнаружилось, и внутренние органы за 40 миллионов лет ничуть не разрушились. Плотность, неподверженность гниению и едва ли не абсолютная прочность качества неотъемлемо присущие данной форме живой материи, и относятся они к некоему палеогеновому циклу эволюции беспозвоночных, познать которые мы бессильны. Вначале ткань, с которой имел дело Лейк, была сухой, но потом под воздействием тепла размягчилась, и с неповрежденной стороны обнаружилось скопление органической жидкости с отвратительным едким запахом. Это была не кровь, но густая темно-зеленая жижа, которая очевидно ее заменяла. К тому времени все 37 собак уже находились в недостроенном загоне вблизи лагеря, но даже на расстоянии они учуяли резкий запах и бегая кругами зашлись в отчаянном лае. Предварительное скрытие не только не помогло классифицировать этот странный организм, но напротив породило еще больше загадок. Что касается его внешнего строения, все догадки оказались верными и соответственно можно было не колеблясь отнести это существо к животным. Однако внутри обнаружилось столь много растительных признаков, что лейк очутился в безнадежном тупике. Существо обладало органами пищеварения и кровообращения, а также выделительной системой в виде красноватых трубок в его звездчатом основании. Поверхностный осмотр убеждал в том, что дыхательный аппарат этой твари обрабатывал скорее кислород, чем двуокись кислорода. Притом некоторые признаки указывали на наличие полости, где скапливается воздух, а также использование альтернативных методов дыхания. Помимо внешние щели через жабры и поры, причем две последние системы были вполне развиты. Несомненно, тварь была амфибией. К тому же приспособлены к длительной зимовке без воздуха. Имелись, судя по всему, и голосовые органы, связанные с главной дыхательной системой. Но в них обнаружился ряд аномалий, которые было не просто объяснить. Едва ли они были приспособлены для член раздельной речи, но вполне могли издавать разнообразные музыкальные звуки, вроде свиста, перекрывающие большой диапазон частот. Мышечная система была развита настолько, что ей не находилось аналогов.